Всем привет, меня зовут Наталья и я нахожусь в самом сердце Ташкента, это парк Ташкент-Сити. Еще три года назад здесь была сплошная стройка, а сейчас она начала приобретать форму. Позади меня находится шестой лот, это будущее Ташкента, это наш финансовый центр. Но самое интересное впереди. Идемте, я покажу вам строительную площадку. Мы сейчас находимся на строительной площадке Ташкент-Сити, будущее финансового центра Узбеки-Сам. И генеральным подрядчиком здесь является Shanghai Construction, это и есть та компания, в которой я работаю. Это громадина на этаже убежища и есть демпфер. Это устройство, которое позволяет смягчить сейсмические волны во время землетрясения на конструкцию здания. Кроме того, стальная конструкция, бетон C60, а также технология BIM, которые были использованы Shanghai Construction во время строительства, в Узбекистане были применены впервые. С 2016 года Узбекистан стал вести политику реформы открытости и активно отреагировал на инициативу Китая «Один пояс, один путь». Я надеюсь, что в будущем наш финансовый центр Ташкент-Сити станет таким же международно значимым, как и шанхайские лути-ацой. После окончания средней школы в России в 2015 году я решила поехать в Китай. Я поступила в Аншанский педагогический университет в провинции Ляунин на бакалавриат, где начала изучать китайский язык с нуля. Я работаю здесь почти с самого начала проекта, и мне очень приятно видеть, как три здания меняются с каждым днем, подобно цветущей девушке, которая с каждым днем становится все привлекательнее. И когда я только присоединилась к проекту, я не имела никакого представления о технологии, строительной терминологии. Но за последние два года я училась и накапливала знания в процессе работы, и все больше и больше впечатлялась высоким качеством китайских технологий. Во время учебы я посетила много китайских. Я только однажды была в Шанхае, и самые теплые воспоминания у меня как раз об этом городе. Шанхайские старинные улочки, плавно переходящие в широкие аллеи, не оставляют никого равнодушным. Хоть я уже два года как вернулась к Китаю после окончания учебы, однако моя близость к Китаю чувствуется как никогда. С каждым годом все больше китайских компаний хотят приехать в Узбекистан вести бизнес. И в 2022 году в Узбекистане пройдет саммит лидеров высокого уровня. В то же время в 2022 году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Узбекистаном. Я верю, что бизнес «Шанхай Констракшн» не ограничится только одним проектом, и в ближайшем будущем у нас будет больше возможностей для сотрудничества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова